В столице полетел тополиный пух. Из-за аномальной жары эти деревья зацвели раньше срока. У коммунальщиков прибавилась работа, а аллергики запасаются лекарствами. Мушинки разносят пыльцу других цветущих растений, из-за чего у людей кашель, насморк и слезятся глаза. Как пережить эту напасть, расскажет Максим Апарин. Он кружится, летает и заставляет чихать. От тополиного пуха не скрыться. Он во дворах, на детских площадках, в скверах и даже офисах. Из-за аномально жаркой весны тополя решили, что пришло лето и пора сбросить себя лишнее. Известный хит конца 90-х уже не перепишешь. Тем не менее, тополиный пух уже в мае. Пух нам ужасно мешает. Мы каждым утром здесь стараемся бегать. И у моей подруги развилась жуткая аллергия. Ну мешает, но это естественно, никуда не деться. Больше всего страдают аллергики. Для них это время капель и таблеток. Дмитрий уже не первый год на время цветения тополей берет отпуск и уезжает из города. В этом году не успел. Начинается насморк, течет из носа, кашель. На вашей передаче это почти единственный повод, из-за которого мне пришлось сидеть на улице. Да, а так вот в основном дома сижу. По словам врачей, еще 10 лет назад от полиноза аллергии на цветение страдали 3% населения. Сегодня 15%. Но сам тополиный пух не опасен. Он переносит пыльцу других растений, на которую у людей аллергия. Например, березовую. Пыльца березы, она более тяжелая, более крупные молекулы. Но цепляясь за вот этот парашютик, все пыльца распространяются на большие расстояния. Врачи рекомендуют пользоваться дома защитной сеткой. При этом будет не лишним ее смочить. По всему дому летает. Невозможно окно открыть в жаркую погоду. В Москве сегодня около 300 тысяч тополей. Когда-то в СССР их высаживали массово. Они неприхотливые, хорошо впитывают пыль и выделяют много кислорода. Но оказывается, что пушат не все тополя. Тополя растения двудомные. Они есть мужские и женские экземпляры. Пух, конечно, несут к нам женские экземпляры. Обрезка деревьев помогает, но лишь временно. Оказывается, что после кронирования тополя мужчины испытывают жуткий стресс. Меняют пол и тоже начинают скидывать пух. Для коммунальщиков это хуже снега во время зимы. Лопатой не сгребешь. Пух поливают, иногда поджигают. Но это категорически запрещено. Самый верный способ подождать. Цветут тополя не больше двух недель. Но для большинства он, конечно, предвестник не аллергии, а по-настоящему теплых летних дней. Он падает и словно обращается к нам. Поздравляю с приходом лета. Желаю счастья в личной жизни. Пух. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова